Добрый день, любители радиоуправляемых моделей. Добрый день, Дмитрий. Ваш Як-3 готов, доработан по вашим заявкам. В частности, установлен более мощный мотор 22-16-1250 оборотов на вольт. Работает он на такой же винт 10 на 6, как и в нашем случае базовый вариант с 22-12, но обороты выше, поэтому скорость и телевооруженность модели подрастут. Также перенесли сервомашинки под кабину, чтобы скомпенсировать вес более тяжелого мотора. Ну и запускаем модель сегодня с аккумулятором 1800 мА. Чуть-чуть добавился вес, но и мотор тоже более прожорливый, поэтому посмотрим, как модель будет летать с такой батареей. Места хватает, так как сервомашинки переехали, поэтому аккумуляторы большой емкости здесь ставить вполне можно. Сразу хочу сказать, что облетываем модель мы без некоторых копийных элементов. В частности, как видите, нет радиатора, нет кока винта, выхлопных коллекторов, ну и прочих мелких элементов. Их установим уже после облета. Модель приедет вам в полностью собранном виде. Ну а сейчас готовимся на взлет. Перед стартом не забываем проверить рули. Во-первых, адекватность отклонения, куда ручка, туда должен и руль поворачиваться. Руль высоты тоже. Ручка на себя идет вверх. Ну и элероны. Чувствуется, конечно, что на холоде сервомашинки маленько подмерзают, так как машинки здесь с металлическим редуктором, это учитывайте. Подмерзать они будут сильнее пластиковых. Ну в целом, минус 5 вот сейчас на улице, машинки вполне нормально справляются. Взлетаем против ветра с небольшим креном на правое крыло, так как винт большой и реактивный монет от него будет значительный. Ну и поехали. Полгаза можно взлетать. После взлета сразу наберите высоту метров 40-50 и проверьте, как себя ведет модель. Тремирование, конечно, требуется, но это нормально. В общем, немножечко надо будет тренировать влево и слегка приопустить руль высоты. Немножко переоценил я реактивный момент от винта. Ну в целом, вот он полетел. После того, как модель начинает вести себя адекватно, можно уже снижаться и летать пониже и поближе. Нормальный крейсерский режим полета будет в полгаза для этого мотора. Отлично, очень ровная идет модель. Ну, впрочем, я к 3 нас еще ни разу не подводил. Очень удачный самолет, да и прототип отличный у него был. Модель прекрасно себя в воздухе чувствует. Запасы потяги море. Я отлетаю всю дорогу в полгаза, больше даже прибавлять не хочется. Так что модель вполне способна потянуть и более емкий аккумулятор и установленные ретракты. И при этом вполне будет способна выполнять практически любой боевой пилотаж. Сегодня, конечно, демонстрировать рискованные маневры мы не будем. Все-таки модель нужно отправить в товарном виде. Поэтому просто спокойно вот так покружим и будем заходить на посадку. Кстати, прибавка веса немного чувствуется. Соболет летает пошустрее в базовой версии. Ну, чуть-чуть повыше поднимусь. Если прибавить газку, маленечко можно покрутить пилотаж. Модель очень маневренная. Вполне можно даже воздушные бои имитировать. Ну, запас тяги отличный. Сейчас процентов 70 газа. Полный так и не давал ни разу. Даже на вертикальных маневрах. Самолет, он даже, видите, свечкой вверх уходит. Ну, что ж. Аппарат отлично себя показал. Ну, а теперь будем заходить на посадку. Машина достаточно скоростная, поэтому на посадку заводим ее с достаточно большого расстояния. полностью газ не отключаю до последнего момента. Ну, вот, Дмитрий, так полетел наш Як-3. Как видите, летает модель замечательно. Благодаря более мощному двигателю, конечно, способна она на многое. Можно установить и дополнительное оборудование, те же ретракты, более мощный аккумулятор. Ну, в целом, это самолет не для боев, не для пилотажа. Это копейная модель для таких относительно спокойных полетов ну, и максимум имитации истерического боя. Поэтому резких маневров старайтесь не допускать. На посадке не теряйте скорость. Вес у модели достаточно большой из-за более тяжелого мотора, более емкого аккумулятора. Поэтому скорость нужна. Это все-таки истребитель и медленно летать он не должен. Ну, в остальном небольшое тренирование и модель отлично держится в воздухе, отлично управляется. И думаю, что вам в полете она доставит море удовольствия. Ну, так же, как и нам. Один из любимых наших самолетов. Ну, а на этом испытания завершаются. Всем, кому понравился полет этой модели, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал и ждем новых моделей и новых полетушек. Ну, а тех, кого заинтересовала такая же модель, в описании под видео и в подсказках в правом углу экрана будут ссылки на наш интернет-магазин, где вы сможете заказать как конструктор для самостоятельной сборки, так и уже готовый самолет. Ну, я с вами прощаюсь. До новых встреч. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи. Играем по-взрослому.